добрый день страна с вами юрий божан и пришла мне в голову интересная мысль а с чего это все началось жена привезла мне с урала вот такой вот камешек красивый безумно там какая камнерезная мастерская была не заходили на экскурсию и там люди делают полно из этих камней безумно все красиво и дорого но сейчас речь не об этом и мне жутко захотелось инсталировать его в дерево вот со стеклом меня пока никак не получается а вот с камнем я надеюсь получится и свалить я придумал я решил инсталлировать его вот такую плошку вот такая вот здоровенная сегментная конструкция будет и вот здесь вот у меня будут сегменты открытая то есть будут дырочки и в центре всего этого боюсь там уклонять в общем центре всего этого сейчас и посыпется будет этот камень вот он там чуть-чуть его видно сейчас да и слава бог все аккуратненько убираем и я хочу с вами поделиться сегодня но как вот техника вот этого построения такой сегментной конструкции говорить о том как я изготовил все эти сегментики да я не буду потому что все это написано в моей книге токарное искусство том 2 сегментное точение вот кому интересно купите почитайте не пожалеете мы с вами продолжаем работу на вот этой штукой и два слова про позавчерашние видео вас варить вот часть которая точил ну во-первых это клён во-вторых она не треснула как там все говорили что она треснет там то есть все 5 10 обязательно сниму отдельное видео про вот эту чешку про то что трескать она или нет а мы сейчас с вами начнем собирать вот эту вот конструкцию так смотрим то есть вот сняли пояс здесь открытый сегмент идет второй пояс сняли пока мы их сторону отложим здесь у нас по плану будет вот этот вот камень как раз стоит у нас остается значит вот 1 2 и 3 основания то есть чего мы начнем мы склеим вот эти вот пары между собой теоретически мы могли бы склеить все четверки взять эту четверку и склеить но тут есть трудность для то что будет погрешность все это уйдет немножко сторонку и может не получится поэтому будем клеить парами то есть вот раз пара два пара сейчас я и мы начинаем точить в этом случае не стал сильно заморачиваться приспособлениями своими просто сложил их между собой подождал немножко до склеить войти прижал струбцинами через круглые проставки фанерные техника приклеивания сегментной конструкции сборки вернее сегментов друг с другом заслуживает особого разговора ну то есть вот у нас сейчас на станке самое основание стоит мы приклеим к нему еще два сегмента первое что мы делаем мы приклеиваем стараемся их таким образом чтобы склейки друг другом совпали точно пациенту то есть склейка нижнего сегмента должна совпасть с центром верхнем вот мы как было примерно все дело поставить затем легонечко поджимаем всю конструкцию задний бак клеить на станке удобно потому что у нас есть задняя бабка мы можем все это зажать зажали и смотрим что у нас вообще происходит с соосность вращаем станок и установив подручник вот сюда вот смотрим как он как бы сочетается с детальными то есть вращаем барабан то без шпидель нашего станка и смотрим какая часть выступает больше всего и вот углядев ее просто я немножечко сдвигаем таким образом достаточно быстро можно установить детали на место ну и вот уже практически разница на здесь вот нет после этого мы просто фиксируем но еще разок проверим совотного смысла положение центров но все хорошо у нас все замечательно после этого просто остается только зафиксировать бабку и все и мы погнали дальше уже работать совершенно спокойно тут вот интересная ситуация сейчас в начале пути нам придется перевернуть нашу заготовку чтобы обработать не сам я то что мы к нему уже больше не вернемся поэтому сейчас сделаем еще разочек возвратик такой что я делаю я делаю захват под патрон заход под патрон так скажем да зачем я все делал для того чтобы обработать самый низ то есть первое что я сделаю опять зацеп под патрон красивый только дальше я выровняю низ потому что больше я вот в эту точку уже не вернусь как бы под ровняю низ надо проверить себя ну хорошо все можно третички снять еще вот здесь ну тут как бы не знаю имеет это смысл в данный момент делаться или нет ну давайте сделаем такой вот такой вот заходит и вот к этому месту мы уже сможем прийти потом вернуться то есть после того как установим уже где-то на станок окончательно и теперь мы ставим уже деталь на станок так как она будет точиться у нас то есть она будет точиться у нас с она будет точиться вот именно вот так вот положение вот она стоит и остается только подровнять нам вот эти маленькие кусочки подбивать немножко резец сейчас скоро перестанет подбивать смотрите как интересно я делаю сейчас я ее растащил канавку под вот этот камешек то есть я ничего не замерял ничего не выявлял просто там потихонечку потихонечку меня дошел но это канавка должна у меня значительно глубже я сейчас я просто заглублю и буду точно знать куда мне нужно будет его посадить то есть я вот эту канавку могут создать шире там уже например да про . вот эту так что у меня интернет камень не влезал она у меня тренировочная н, по-какую м, по-какую м, по-какую м, по-какую м, по-какую м. Лизает м. Лизает м. Лизает ман. В. У, Г-10. вот смотрите я сейчас посадим уже практически на место свой камешек все смотрится кстати неплохо чуть-чуть отъеду чтобы было понятней смотрится очень неплохо мне нравится сейчас надо чуть-чуть еще снять мне здесь поверхность ведь так плотно сидит что приходится выбивать его с обратной стороны станка вон просох вот такой штук последнее окончательное движение лицо и дно уже у нас новый больше трогать не будет ну и отлично все прям чётенько как будто здесь было дальше достаточно просто то есть мы приклеим сейчас начало вот этот сегмент вот этот сегмент сюда и получится вот такая вот заготовка для вас и вот когда мы все делаем мы вернемся к разговору а сейчас пока просто посмотрим кино а 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 и а а Поэтому линетикам, таким вот ручным, очень даже запросто можно справиться с такой задачей. Ну, пальцы только, смотрите, они полируются. В принципе, практически здесь все. Один из моих любимых трюков по сегментам точения – разрезание сегмента пополам. Мне нужно вот этот сегментик сейчас разрезать пополам, чтобы потом у меня все было хорошо. Но вот что-то мне не нравится на трюкзе, слишком толстоват. Возьму-ка я потоньше. И так режем. Плохо, что ли, здесь плоский, греется, зараза. Поэтому просто чуть-чуть растащить сейчас. Дело такое опасное, в плане того, что если она соскочит, она полетит куда-нибудь далеко. Мне надо примерно представить, где она. Ну, вот она уже достаточно близкая, поэтому я выражусь другим резцом, тонким отрезным. Вот у меня есть такой вот. Самый простецкий. Сделан из ножовочного полотна. Почему я сейчас его взял? Дело в том, что он режет быстрее. Быстрее. И вот, видите, получилось у нас два колечка. Раз колечко, два колечка. Остается выровнять вот этот участок. И все. И будем уже собирать сложные формы. Сейчас мне нужно приклеить первый слой. Первый слой вот этих вот сегментиков. Каким я образом буду это делать? Я решил воспользоваться такой полоской фанеры. То есть я поставлю полоску фанеры, к ней прижимаю два сегментика. Затем ее, соответственно, переношу. И прижимаю еще два сегментика. И так вот по кругу. То есть я примерно так все померил. Где-то должно быть, ну, как раз вот, 18-мм фанера в самый раз. Пресс все получилось. Не совсем идеально. Все для таких вещей предусмотрено специальное устройство. Ну, ничего, полоска фанеры, в принципе, тоже спасает. То есть здесь где-то чуть-чуть, побольше немножко получились просветики. Но это не страшно. Сейчас подсохнет и будем клеить второй слой. Разобраться с вторым поясом сегментов оказалось намного проще, чем с первым. То есть просто выравниваем вот эту вот сегментную полосочку сегментит по центру. Очень удачно все получается. И проводим карандашом вот две такие линии. Провели карандашом. Берем кисточку, смазываем. Аккуратненько, много, сильно не надо тут мазать. Буквально вот чуть-чуть. И приклеиваем детальку. Процесс достаточно быстрый. Все. Пока сохнет у нас второй пояс сегментов открытых, мы приклеим вот эту вот полосочку к самому верхнему окончанию нашей вазы. Ну, к сегменту на самом верхнем окончании. Вот так примерно. После того, как второй ярус прихватился, мы приклеиваем третий. Это вообще очень просто. Нужно всего лишь навсего выровнять верхний сегментик по нижнему. И все. Ну, и самая последняя склейка, опять же, я буду делать не на станке ее. А вот здесь это приклеить вот эти сегментики к верхней части. Так, все весьма условно тут. Но попасть все равно мы можем. Ну, и вот после всех мытаж, так скажем, связанных со склейками, с приклейками всего, наша заготовка на станке, и мне предстоит сейчас ее проточить. Тут сложного ничего нет. Единственный момент, что нужно заходить все время вот отсюда. и точить вот так. Вот. То есть вот не отсюда вот так втыкаться. Потому что дело в том, что резец у вас может царапнуть, вот здесь вот зацепиться, вот в этом месте, и выдрать нафиг все. А если вы будете заходить вот отсюда, то этого ничего не случится. То есть техника работы очень простая. Вот такое движение. Степенно переходящее дальше. Очень важно не царапнуть сразу много. То есть вот захотите царапнуть сразу много, получится я и обеда. Вот так потихонечку. Вот видите, резец аккуратненько снимает по чуть-чуть совсем. И вот вам больше снимать-то и не нужно. Ну вот смотрите, практически все. Когда начинаем точить внутри, имеет смысл сюда поджать чуть-чуть всю конструкцию. То есть сейчас я прохожу спокойно, с точным резцом вот здесь вот, не залезая туда глубоко. И вот эта штука держит мне всю чашку. и вибраций, скорее всего, не будет вообще. Помните, когда мы точили в другом месте звук какой был, да? А у частных каких-то звук нет. Значит, все в порядке. Думаю, что я и обычно цикл достану, чтобы тут не мучиться. Вообще прекрасно. Я еще не решил, что делать с этим ободком. Оставить его в таком, с размерами уменьшить. Сейчас вот проточу и решу. Ну и в самом конце нам нужно теперь отшлифовать как бы внутреннюю поверхность. То есть у меня наждачная бумага свернута вдвое. Вот такими вот движениями. Тут особенно не нужно. Тут просто вот всякие шварушки остаются. Сапельная клейка-то. Вот как-то вот так вот. И, в принципе, все. Можно будет приклеивать уже низ. И наносить масло. Ну что, теперь осталось нам только приклеить вот этот камешек. Видите, он не совсем ровный. То есть не идеальный. Не идеальный круг у него форма. Поэтому чуть-чуть он кое-где выступает. Ну ладно, бог с ним. Самым обычным клеем титан будем клеить. Этот клей титан такой забавный. Ну, понятно, что это самый обычный клей в мире. Цианокрилатный, да? Ну, вот он сделан так. Что он должен расходоваться как бы, ну, долго достаточно. А на деле получается так, что хрен его выжмешь оттуда. Ну, примерно как-то так. То есть немного титана. И склеиваем. Опа. Наш камешек. Теперь остается только масло. Ну, согласитесь, ничего вроде получилось. Немножко прошло времени. Все подсохло. И можно покрывать. Значит, у меня здесь мартьянов для кухонных столешниц. Я все время переливаю из больших банок. Мне удобнее вот такими работать. И вот мы начинаем потихонечку наносить вот это масло. Основная трудность тут будет вот именно в сегментах. В открытых. То есть, чтобы нанести масло внутрь вот этих вот сегментиков. Давайте сейчас сразу же попробуем. Вот они. То есть, вот видите, наружную это мы кладем спокойно. А вот внутрь залезть не можем. И в этом случае, ну, хотя нет, в принципе, залезаем. То есть, просто побольше масла. И вот таким вот образом. В общем, заносится. Ну и все. Если заносится, значит, мы просто вот так вот потихонечку все закрываем и растираем. Вот такая у нас будет чашка в конце. Ну что ж, подводим итоги. Вот такая плоска с каменным основанием. Ну или чаша, ваза. Как угодно ее можно называть. У меня получилось. Давайте посмотрим на нее поближе. Штука такая получилась забавная, интересная. Вот, и она мне понравилась. И вот у меня к вам вопрос. То есть, вообще, может быть, мне такой конструктор запустить? Как вы считаете? Ну, основание, конечно, поменяем. Просто она больно здоровая. Она где-то 265 в диаметре. Ну, то есть, это такая прям вот плюха такая серьезная. Я даже заморочусь, я с ней что-нибудь сфотографирую. Сейчас она подсохнет. Там яблок каких-нибудь в нее насыплю или еще что-нибудь. Ну, такая интересная получилась штука. Так что напишите мне, как вы считаете, пойдет такой конструктор или нет. Дуб сапели. Контраст отличный. Немножко надо переделать, на мой взгляд, вот, ну, сам вот этот набор дырявый, да? Дырявые сегменты. Ну, это мы переделаем. Все, до свидания, страна. С вами был Юрий Бажан. С вами был Юрий Бажан.